Война между двумя союзами царей. Четыре царя против пяти. Эти цари упоминаются в первых двух стихах. И во втором стихе говорится, пошли они войною. И в ходе военных действий Лот попадает в плен. Задумайтесь, что происходит. Лот сам выбрал, где ему жить. Лот обманул Абрама. Лот отхватил себе лакомый кусок. Все остальное оставил Абраму. И попал в беду. Какова реакция праведного человека? Может быть, праведный человек скажет, слушай, что посеял, то теперь пожинаешь. Или скажет, ну вот, сам напросился. Так ему и надо. Или скажет, пусть теперь сам разбирается с последствиями своих плохих, своего плохого выбора, неправильного выбора, а я ему помочь не могу. Нет. Праведный человек, человек, который считал, что он слишком уже стар, и детей у него никогда не будет, решает, что для войны он не стар. В самый раз. Задумайтесь об этом. Праведник идет на войну и рискует жизнью ради спасения неправедного. Вот вам прообраз искупления. В 12 стихе мы узнаем о том, что взяли лота, племянника Авраамова, жившего в Содоме, и имущество его. Авраам очень скоро об этом узнает. Кстати, в 13 стихе впервые в Библии появляется слово «еврей». «И пришел один из уцелевших и известил Авраама и еврея, жившего тогда у Дубравы Мамре». 14 стих. «Авраам, услышав, что сродник его взят в плен, вооружил рабов своих». То есть он действовал сразу. Он был готов, он действовал сразу. Вооружил рабов своих, рожденных в доме его, «И преследовал неприятелей до Дана». Вот в этом месте, которое называется. Дан, разделившись, напал на них ночью. Он разделил свое войско и напал ночью. И 16 стих. «И возвратил все». «И возвратил все». А теперь смотрите. «Иисус, второй Адам, возвратил больше, чем потерял первый Адам». «Все, что мы потеряли из-за грехопадения, Христос возвращает нам и дает больше через праведность». Итак, он возвращает лота, его имущество, женщин, слуг, всех. Итак, у плотского человека начинаются неприятности. Спасти его может лишь духовный человек. Мы видим это уже в самом начале Библии. Так бывает и сегодня. А дальше, пожалуй, одна из самых таинственных историй Библии. Врам участвует в войне девяти царей, среди которых царь Содомский и Гоморский. И в 18 стихе он встречает еще одного царя, царя, называемого Мелхиседек, по имени Мелхиседек. Слово «Мелхиседек» происходит от двух еврейских слов и означает «царь праведности». Царь Салимский. Салим, Шалом – это мир. Итак, Мелхиседек – царь мира, царь праведности. И это место, Салим, потом станет городом Иерусалимом. Он царь Иерусалима. Иерушалайм – город мира или основание мира. То же самое слово используется в современном еврейском языке. Слово «Шалом». Итак, Мелхиседек. Мелхиседек – царь мира, царь праведности, царь Иерусалима, царь Шалом. И он – священник Бога Всевышнего. Много чего здесь происходит. Начнем с самого очевидного, а потом будем углубляться в текст. Откуда же он знает Бога? Как же он поклоняется единому истинному Богу? Нас, христиан, очень волнует учение об Аде. По большому счету, оно нам даже не нравится. Не нравится вот почему. Не потому, что там тяжело и страшно, а потому, что ад – это навсегда. Возврата оттуда нет. Вчера я говорил о том, как разные христиане пытаются решить проблему неудобного учения об Аде. Кто-то становится неверующими, кто-то становится универсалистами, кто-то – аннигиляционистами. Об этом мы говорили вчера. Бог хочет, чтобы мы стали благовестниками, миссионерами. Мне самому неудобно от доктрины Ада. Мне больно даже думать об этом. Кстати говоря, по этой причине я стал миссионером. Пожалуй, это одна из главных причин, по которой я стал миссионером. Я не хочу, чтобы кто-либо оказался в аду. Но вот, что я вам хочу сказать. С одной стороны, нельзя расширять понятие Божьей милости и Божьей благодати шире библейских пределов. Некоторые считают, что те, кто не слышали Евангелия, будут в раю. Но в Библии такого учения нет. Если бы такое учение было в Библии, тогда зачем вообще идти в миссионерские походы? Зачем вообще заниматься миссиями, миссионерским служением? Представьте себе, вот человек не слышал Евангелия, и он автоматически попадает в рай по причине своего незнания. Или мы такому человеку рассказываем Евангелие, а вдруг он не примет, вдруг он откажется, тогда душа его попадает в опасность. Если человек, не слышавший Евангелие, автоматически окажется в небесах, то миссионеры, получается, подвергают людей опасности. Они рассказывают человеку о Боге и ставят его перед выбором. И, сделав неправильный выбор, он окажется в аду. Это одна сторона медали. Но есть и другая сторона медали. Все-таки в Писании есть ситуации, в которых мы не можем объяснить пути, используемые Богом для спасения человека. Мы видим, как Бог приводит к себе людей, как кажется, вообще без миссионеров, а вообще без записанного Слова Божия. Каким-то образом Он открывает людям Свою истину и приводит их к миру с Богом. К этой категории, пожалуй, относятся волхвы, те самые волхвы с Востока, которые пришли ко Христу. Евангелие от Матфея, вторая глава. Кстати говоря, я не буду утверждать, что с самого начала они были спасены. Я знаю, что они шли ко Христу, они хотели увидеть Христа, и потом пришли, поклонились и получили спасение от Христа. Но вопрос, откуда они знали, куда идти и кого искать. Возможно, у них был фрагмент из пророчества Даниила, но и в этом мы не можем быть уверены. Аналогичный случай здесь. Мы читаем о человеке, у которого не было Библии, потому что Библии еще вообще не было. Мы читаем о человеке, который живет за пределами израильского народа, потому что еще не было израильского народа. Мы читаем при этом у человека, который не просто верил в единого истинного Бога, но был священником единого истинного Бога. Если он священник, то кому он служит или среди кого он служит? Кто другие верующие рядом с ним? Я знаю христиан, которые полагают, что Мелхиседек это явление Христа до его воплощения, что Мелхиседек это Христос, явившийся в мир до его воплощения. И есть некоторые стихи, заставляющие нас полагать, что он не просто человек. Эти стихи находятся в послании к евреям. Но куда вероятнее, что он прообраз Христа, предвестник Христа. Именно на это указывает послание к евреям. Мелхиседек говорится в послании к евреям 5, 6 и 7 главы. И вот он появляется перед нами на страницах Ветхого Завета в краткой встрече с Авраамом в 14 главе книги Бытие. Появляется и исчезает. Больше о нем не говорится. Нет, говорится коротко и вскользь в 109-м псалме и потом, уже подробно, в этом поразительном учении в послании к евреям в Новом Завете. Что же происходит? Враам возвращается, одержав величайшую победу. И на обратном пути он встречает этого таинственного человека, имя которому Мелхиседек, царь праведности, царь Салимский, царь Салимский. Он и царь, и священник. Он царь Иерусалима и священник Всевышнего Бога. В 19 стихе мы читаем о том, что и благословил его, и сказал, благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов Твоих в руки Твои. В 14 главе о многом говорится впервые. Мы уже упомянули о первом упоминании войны. Мы уже упомянули о первом упоминании о первом случае использования слова «еврей». о слове «мельхиседек». Еще одно слово. Понятие «десятины». Появляется оно в конце 14 главы книги «Бытие». Авраам отдает десятую часть, десятину от всего своего имущества, «мельхиседеку». О «мельхиседеке» нужно поговорить подробнее, эта личность очень важна с точки зрения новозаветного богословия. В Ветхозаветные времена, согласно Моисееву закону, священник должен происходить из колена Левия, а царь из колена Иуды. Поэтому один человек не мог быть сразу и царем, и священником, потому что цари и священники из разных колен. Это могло бы представлять трудности для Господа Иисуса Христа, который и пророк, и священник, и царь. Как он может быть священником, если он из королевского колена, колена Иуды, а не из священнического колена Левия? Вот как. Если вы когда-то окажетесь в Иерусалиме, вы, скорее всего, попадете на Масличную гору, или, по крайней мере, увидите Масличную гору, находится она к востоку от города. Восточные ворота города закрыты, заперты. Другие, Явская ворота, Дамасские ворота, открыты, а восточные закрыты. Это те самые ворота, в которые Христос входил в город в вербное воскресенье во время триумфального входа в Иерусалим. Читая книгу пророка Захарии, 14 глава, мы узнаем, что Мессия придет в мир как раз на Масличную гору. А в Деяниях апостолов 1 глава мы узнаем, что Мессия покинул этот мир, вознесся с Масличной горы. Я не могу этого доказать, но я верю, что Иисус Мессия придет ровно на то же место, откуда вознесся. Между Масличной горой и восточными воротами Иерусалима мы находим склон горы. Там долина Иосафат, кедарский поток, там известный сад, если подняться по восточному склону Иерусалима, Иерусалимской горы, там Гефсиманский сад и закрытые ворота. Я предполагаю, хотя не могу это доказать, я предполагаю, что эти ворота отопрут, откроют только тогда, когда придет Мессия. Эти ворота заперты уже 500 лет. Почему заперты? Непонятно. Кроме того, что это исполнение пророчеств из книги пророка Иезекииля. Я предполагаю, что Иисусу эти ворота откроют. Но между Масличной горой и восточными воротами Иерусалима есть еще одна достопримечательность. Это кладбище. Кладбище там есть еврейское и мусульманское. Почему они там оказались? Ну, каждая из них по своей причине. Еврейское кладбище, потому что состоятельные евреи хотят, чтобы их похоронили между Иерусалимом и Масличной горой, потому что они верят в пророчество Захарии, и они верят, что когда придет Мессия, он пройдет как раз по этому пути, по этой дороге. они хотят быть первыми во время прихода Мессии, они хотят, чтобы Мессия увидел их первыми и воскресил их первыми. По этой причине они кладбище себе там устраивают. У мусульман мотив совершенно другой, причина совершенно другая, другая. Они считают, что еврейский священник не имеет права, ему запрещено проходить по кладбищу неверных. иноверцев. Поэтому, если устроить кладбище, если разместить свои могилы между Масличной горой и восточными воротами, Мессия не сможет прийти в Иерусалим, потому что ему нельзя будет проходить через кладбище. Вы можете себе представить эту глупость? Кстати, может быть, они были бы правы, если бы Иисус был ветхозаветным священником, если бы Иисус был священником из колена Левия по чину Аарона. Но Иисус не левитский священник, и не по Ааронову чину Он священник. В послании к евреям, 5 глава, 6 и 7 главы, мы узнаем, что Он священник по чину Мелхиседека. От самой этой мысли дыхание захватывает. Не будь у нас этих трех глав посланий к евреям, мы могли бы Библию читать и изучать хоть 10 тысяч лет, и никогда бы такого вывода сами не сделали. Вряд ли кто-то сам мог бы такое подумать. Но Бог, Дух Святой, вдохновил автора посланий к евреям и открыл Ему истину. Сейчас покажу вам еще одну более таинственную вещь. Она также связана с доктриной первородного греха. Помните, мы говорили о третьей главе Бытия? Я сказал вам о том, что считаю Адама более чем нашим федеральным представителем, нашим представителем в грехе и в грехе и падении. Большинство христиан считают, что мы согрешили, поскольку Адам согрешил, а он наша глава. И мы ответственны за его грех. Но я предполагаю, что ситуация здесь куда глубже, куда сложнее. И вот почему предполагаю. Я читаю послание к евреям. Автор послания к евреям приписывает слова из 109-го псалма Мелхиседеку. Евреям 5-я глава 5-й стих. Так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему, «Ты сын мой, я ныне родил тебя». Как и в другом месте говорит в 109-м псалме тоже, «Ты священник вовек по чину Мелхиседека». Мы сами до такого бы не додумались за 10 тысяч лет. Мы бы не смогли сделать вот такое применение, такой перенос значения. Дальше автор послания к евреям продолжает. В 10-м стихе 5-й главы послания к евреям, «Быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека». Потом имя Мелхиседека встречается только в конце 6-й главы, 6-я глава, 20-й стих. Мы читаем о том, как Иисус вошел за завесу храма, за нас, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека. 7-й главе послания к евреям. Автор послания говорит о Мелхиседеке, о том, как встретился с ним Авраам после военной победы. Мелхиседек благословил Авраама. Дальше он говорит удивительную вещь в 4-м стихе. «Видите, как велик тот, которому и Авраам, патриарх, дал десятину, Мелхиседеку и лучше своих. Раз Авраам дал Мелхиседеку десятину, значит, Мелхиседек выше Авраама. Более того, в 6-м стихе, евреям, 7-я глава, 6-й стих, Мелхиседек благословил Авраама. И 7-й стих, без всякого же прикословия, меньший благословляется большим. Теперь смотрите дальше. Левий, потомок Авраама. Автор говорит таким образом о том, что Левий присутствовал в Аврааме, то есть в семени Авраама, когда Авраам давал десятину Мелхиседеку. Точно так же, как и мы присутствовали в Аврааме в момент грехопадения Авраама. Итак, если дети Авраама, в том числе и Левий, родоначальник священнического рода, и Аарон, поставленный священником, если они присутствовали в праотце Аврааме, когда тот отдавал десятину Мелхиседеку, значит, священство Авраама отдавало десятину священства Мелхиседека, а значит, священство по чину Мелхиседека выше священства по чину Левия или Аарона. Совершенно захватывающий аргумент, очень сложный, но захватывающий. вот мы обратились к Новому Завету, мы обратились к посланию к евреям, чтобы подчеркнуть всю важность этой встречи, всю значимость этой встречи. Авраам возвращается с войны, Авраам избавил, спас пленника Лота, и при этом он отдает десятину этому таинственному священнику, священнику Господа. Он общается с ним, он поддерживает его служение, отдавая ему десятину. А дальше происходит еще одно очень важное событие. Авраам продолжает путь домой, совершив величайшую военную победу, и к нему подходит царь Содома. Царь Содома был в свое время побежден теми царями, которых сейчас победил Авраам. И Содомский царь приходит к Аврааму, и пытается с ним договориться, устроить союз, договориться по поводу сокровищ, которые получил Авраам. И в 23 стихе Авраам говорит, я у тебя ничего не возьму, я не возьму ни с чего твоего. Никто никогда в жизни не скажет, что ты сделал меня богатым, что ты меня обогатил. Вот перед нами два царя, два царства. С одной стороны, царь Салима, царь Иерусалима, с которым Авраам поклоняется, с которым он общается, с которым он дает десятину, и царь Содома, царь Содома, от которого Авраам вообще ничего не берет, хотя царь Содома ему что-то предлагает. сравнить это теперь с 13-й главой, когда Лот берет мирские сокровища, он делает такой выбор, и все завершается в 14-й главе, когда Авраам отказывается от мирских сокровищ. Знаете, что говорил мне мой друг? Ни в коем случае не бери того, чего не дал тебе Бог. Авраам готов был получить богатство. Он был богат, но богатство его было дано Богом, другого богатства ему было не надо. Так что осторожно, смотрите внимательно, кому вы жертвуете, и от кого вы берете, от кого вы получаете. Вот вам эти духовные принципы в уроках, которые мы извлекаем из истории о войне царей и о плене и освобождении Лота и о том, как праведник освобождает плотского человека. Редактор субтитров Субтитры создавал DimaTorzok